Программа «Особое мнение» у микрофона Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает руководитель Центра поддержки НКО Олег Ткачев. Олег, добрый день. Добрый день. Совсем недавно состоялось заседание нового состава ОНК, четвертого по счету, где произошли выборы председателя ОНК. Про ОНК мы в последнее время много говорим, потому что это много обсуждается в различных СМИ по всей стране, намечаются определенные тенденции. Хотелось бы понять, видите ли вы эти тенденции в нашем ОНК и как их оцениваете. Ну, во-первых, выборы председателя. Председатель, бывший силовик, выходец из МВД, и он не один такой, кто сейчас возглавляет общественные наблюдательные комиссии. Пугает ли это вас? Ну, это, по крайней мере, вызывает недоумение. То есть, просто обилие силовиков, и хотелось бы понять, зачем им это надо. То есть... Кому? Им? Люди, которые на пенсии после того, как поработали в правоохранительных органах, идут в комиссию, в общественную наблюдательную комиссию по контролю за местами лишения свободы и соблюдением прав осужденных. То есть, не так много действующих работников, допустим, УСИН, хочет после рабочего дня возвращаться на свое же рабочее место, чтобы как-то еще и поконтролировать себя. Ну, вот это вот странно. Просто мне эмоционально не совсем понятная ситуация, что движет бывшими силовиками, когда они... Понятно, правозащитники. У них там стоя один мотив, им хочется, они так считают нужным. Вот. Ну, бывшие силовики, да, это интересно. Ну, вот из 30 человек состава, утвержденного в Общественной палате Российской Федерации, там, по Кировской области, там, 17, это вот бывшие силовики. То есть, численный перевес, это больше, чем те люди, которые выдвинулись, там, от каких-то там просто гражданских, там, общественных организаций, у которых не было груза правоохранительной деятельности. Вот. Пугает ли это? Ну, в других регионах мы видим и знаем, что бывают очень жесткие столкновения вот такой части бывших там правоохранителей с частью правозащитников. И по другим регионам мы знаем, что общественные наблюдательные комиссии очень сильно зачищены, туда просто правозащитники не попали. То есть, они там сверху донизу набиты бывшими силовиками. У нас, у нас все-таки есть некий, там, паритет. Прошедшее заседание показало, что противоречия, как таковые, ну, по крайней мере, вот они не сильно там выпячивались. Противоречия, конечно, есть в мироощущении, в миропонимании, там, восприятия, там, каких-то вещей. Но это не, мне не показалось, что это непреодолимое, там, противоречие, там, между людьми. Все прошло достаточно мирно и спокойно, и в уважительной, там, атмосфере. То есть, люди друг друга слышали, воспринимали аргументы друг друга, обещали друг другу вести себя цивилизованно и, там, соблюдать, там, правила. Правила, ну, в виде рекламента, утвержденного на комиссии, удалось добиться и, ну, вот согласились, что не требуется в этом регламенте принимать на себя повышенные обязательства по контролю друг друга и, там, по жесткой, там, дисциплине. Пусть регламент будет либеральный и позволяет людям себя проявить, то есть, самостоятельно ходить, самостоятельно посылать уведомления о своих, там, визитах. То есть, вы имеете в виду, что членам УНК не нужно будет обязательно согласовывать свои действия с руководителем? Да. Члены УНК продолжат оставаться самостоятельными и, собственно говоря, самостоятельно смогут осуществить все свои функции по защите прав осужденных. И это не вызывало никаких противоречий? Нет, там было, конечно, предложение, высказанное, там, одним ветераном УФСИН, который сказал, давайте, как бы, через разрешение председателя. Все должно быть по порядку, конечно. Да. Вот. Председатель разрешил, значит, пошли. Не разрешил, не пошли. Ну, то есть, вот это вот тот камень преткновения, который, там, в других регионах не могут объехать правозащитники, когда такая политика придумывается специально, чтобы не пускать, там, не допускать правозащитников до, там, определенных мест заключения. Ну, оба кандидата в председатели, там, высказались, что они против этой нормы, что незачем ограничивать деятельность членов УНК. Ну, и, собственно говоря, раз оба кандидата в председатели, тем более, против, то, соответственно, и проголосовали. Михаил Кузьминых, представителем ВД, стал председателем УНК, а второй кандидатуры кто был? Артур Абашев. Артур Абашев, которого мы прекрасно знаем все, да. Вот скажите, как Вы оцениваете мотивировку, с которой пришел на работу наблюдательную комиссию Михаил Кузьминых? Он сказал, что меня побудило вступить в УНК, то, что люди, которых я уважаю, предложили мне поработать здесь. Я цитирую по сайту 7 на 7. Ну, да, это действительно так было, то есть... Кто эти люди сразу интересуют? Я задал такой вопрос на заседании, на что было ответом, я не смогу удовлетворить Ваше любопытство. Вот. И, разумеется, как бы, мы в процессе обсуждения... Почему, Олег? Что почему? Почему нельзя ответить на такой вопрос? Ну, человек посчитал, что не хочет отвечать на этот вопрос и не ответил. Ну, видимо, какие-то все-таки очень уважаемые им люди. Ну, видимо, уважаемые им люди, не знаю, может, друг, не друг. Ну, я понимаю, что, скорее всего, это люди, которые продолжают оставаться на государственной службе. И я понимаю, что, скорее всего, для того, чтобы сглаживать моменты между такими независимыми правозащитниками, которые лезут буквально во все и задают там все самые-самые там неудобные вопросы. Ну, чтобы хоть как-то, как бы, понимать, на каком языке с ними разговаривать. Вопрос-то ведь не в том, что одни слишком много требуют, а другие ничего не хотят исполнять. Это, вот, все, наверное, наслышано про историю, там, с Эльдаром Дадином. Да, я хотела с вами как раз про это поговорить. И то, что вот визит туда правозащитников, там, Игорь Каляпин, там, Павел Чиков, вот, опытнейшие правозащитники, там, от Президентского совета по правам человека приезжали. То, что они констатируют, ну, вот, кроме конкретных нарушений, кроме, там, пунктов и параграфов, там, чего, кто, где нарушил и чем это подтвердить, там, какой фактурой, да. Вот, общее резюме таково. Вот, Эльдар Дадин, как человек, там, имеющий гражданскую позицию и за гражданскую позицию, оказавшийся, там, в местах заключения... Давайте напомним, что он был посажен на два года за то, что вышел... Да, он часто выходил на пикеты, то есть, видимо, за неоднократное, там, нарушение, там, порядка при... Вот, вот, та картинка, которая, там, в голове Эльдар Дадин, та кодовая таблица, та система ценностей, вот, она полностью не совпадает, там, с тем мировоззрением, которое у сотрудников УФСИН, которые охраняют, там, эту колонию. То есть, он им говорит про конституцию, они это воспринимают, как, что он над ними издевается, там, в его-то положении. То есть, он говорит о своих правах, там, что вы нарушаете мои конституционные права, вот, говорит зэк, вот, конвоиры считают, что это он над ними, вот, так вот, специально, там, глумится, вот, и пытается их, там, ну, троллить, там, вот, издеваться над ними, вот, и они к нему применяют, там, ну, разные, там, меры, там, или допускают применение, там, кем-то другим. Ну, вот, понимаете, это люди, которые полностью друг друга не понимают, они разговаривают на разных языках. Ну, почему? Судя по тому, что, там, в заявлениях Тейдара, да, не о разговорах речь идет. Да? Это и есть, как бы, такой язык. То есть... То есть, избиение – это такой язык? В том числе, да, это продолжение. То есть, они считают, что он нормального языка не понимает, вот, то есть... А с чем вообще говорить? Надо молчать? Надо молчать, вот, то есть, вот, образ поведения, там, типичного зэка, вот, это, как бы, сломленный, смотрящий в пол, выполняющий все приказы, вот, который не смеет обращаться к конвейеру и настаивать, чтобы конвейер обращался на «вы». Ну, это действительно так. Вот у нас был тоже, вот, когда мы ездили и проверяли, там, по заявлению Лузянина, Лузянин нам тоже это говорил, что... Бывший директор рынка, который за несколько, буквально, за короткое время до выхода умер. Да. Он говорил, что, а вот, да, у меня конфликты, потому что, а я не позволяю ко мне обращаться на «ты» и по фамилии. Я, как бы, постоянно дергиваю и говорю, что обращайтесь ко мне на «вы». То есть, я хочу себя уважать, а они не понимают. То есть, они ко всем обращаются на «ты» по фамилии, там, ну-ка пошел вон туда, ну-ка сделал, там, в приказном порядке и так далее. Вот система ценностей, она не совпадает. Язык, на котором общаются, не совпадает. Что с этим делать? Давайте через одну минуту у нас перерыв. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько, руководитель Центра поддержки НКО Олег Ткачев, свое особое мнение сегодня высказывает. Мы сейчас говорим о положении заключенных в наших тюрьмах и сравнили поведение Ильдара Дазина с поведением господина Лузянина в тюрьме. Лузянин, напомню, требовал, чтобы конвоиры к нему на «вы» обращались. И, Олег, вы говорите, что это такой практически нереально, я насколько понимаю из ваших слов, нереально найти баланс между этим и изменить сознание того или другого. Это сильный вызов. На самом деле, дело не в том, что потребовало, что не потребовало себе конкретно заключенных. Это вызов системе. Когда у нас еще с довоенных времен осталось такое, не знаю, наследие, не наследие, понимание, ощущение того, что если тебя посадили, ты должен страдать. То есть ограничение свободы – это не всегда как бы обязанность страдать. Человека оградили от общества. Не все те люди, которые находятся по ту сторону забора, заслуживают страдания. Или если они заслуживают чего-то, то ровно того, что присудил суд, ограничение свободы, они не обязаны испытывать пытки. Многие обыватели, просто люди говорят, что ну как, если совершил какое-то тяжкое преступление, то вообще убить мало. Жалят на нее смертную казнь и так далее, и так далее. И если уж там попал, то чтобы его там все гнобили, чтобы он страдал как можно больше. Но вот затяжки это преступления, там, извините. Насильники, педофилы. Да, насильники, педофилы. Для них есть отдельное там учреждение, и там им и так не сладко, даже без там формальных пыток. Речь сейчас не о них. Речь идет о тысячах тех просто людях, которые через год, через два, они снова будут на свободе среди нас. И они будут ровно с теми же правами, которые там есть у каждого человека, которые сейчас брезгливо говорят, фу, они же там зэки, там ничего не хочу знать про этих зэков. Пусть их наказывают, если они там совершили правонарушение, там преступление какое-то, пусть их наказывают как можно сильнее, пусть их там хоть всех поубивают. А вам доводилось разговаривать с конвоирами, которые были в той же тюрьме, где сидел Лузянин? Как они на его реагировали запросы? Ну, разумеется, мы как бы общались и с начальством. Они возмущались. Дело не в том, что они возмущались. Ну, не скептически там, улыбаясь, как бы, понимаете, вот вся вот эта система, она рассчитана на то, что человек, попавший там за забор, поражается там в каких-то там гражданских правах в определенных. И вот традиция, что вроде как бы во всех, что вроде как бы к нему можно обращаться там на ты. И первая задача всей системы – это сломать его, сделать его послушным. То есть, если ты на воле был такой строптивый, что как бы позволял себе там идти против общества, то вот как бы миссия вот этого учреждения в том, чтобы сломать твою волю, чтобы ты перестал быть таким волелюбивым и вообще проявлять себя. То есть, любые проявления себя как личности, они там, вот на них нацелена система, на то, чтобы их убить, изничтожить, сломать человека, психологически подавить. Вот что касается ситуации с Эльдаром Дадином, который, судя по описаниям, вот сейчас опубликовано на 7 на 7 тоже интервью с его женой, которая все-таки с ним встретилась, рассказывает про него страшные совершенно вещи, он же так там помрет просто, если все пойдет. И при том, что это все освещают абсолютно, и это всем известно совершенно. Вот это выбор человека получается такой? Ну а что случилось? Эльдару Дадину – это лично его выбор. Но у Эльдара Дадина, по крайней мере, он находится сейчас в очень непростой ситуации, но по крайней мере к нему приковано внимание всей страны. А примерно то же самое, даже еще хуже, происходит в тысячах случаях по всей стране, и не передаются никакой огласки, и нет никаких шансов, что это вынесется хоть когда-то на поверхность. То есть тысячи сломанных, искалеченных судеб, там, издевательств, избиений, пыток, вот, и не обязательно там сотрудниками. То есть не всегда, кстати, самые распространенные там случаи, там, издевательств, это не напрямую сотрудниками. Просто сотрудники могут отвернуться... Через тех же ЗЭКов, да, поддействуют? Да. То есть через актив, через, там, ну, через много разных способов. Актив имеется в виду заключенные, которые сотрудничают с комбайерами? И что? Систему изменить невозможно? Почему? Собственно говоря, систему очень сложно изменить, когда она такая большая, когда она огромная. Ну, просто мы вернемся сейчас к ОНК, которые были созданы для того, чтобы с этой системой, с одной стороны, сотрудничать, постепенно ее менять, учитывая гуманитарные принципы. Сейчас, с приходом такого количества силовиков, даже в нашем ОНК, который по итогам формирования, в общем, сохранил такой, да, состав, где активисты все остались практически, все равно больше половины силовых структур, а в других, и подавно. Вот это зачем все происходит? Ну, система себя оберегает, система, любая система, она стремится к стабильности. То есть, если сотрудники системы понимают, как они функционируют, и как жить в тех условиях, то они живут с тем мировоззрением, они воспитались в этой системе, они привыкли в ней работать. Так что все бесполезно? Понятно, что они будут сопротивляться, ну, такая инерция и консерватизм любым новым, там, приходят какие-то люди и начинают задавать глупые вопросы про это самое, а почему вы обращаетесь к этому зэку на «ты»? Да это просто смешно, слышать в нормальном стройнике у всех. Да, с такими вопросами лезть к нам. Ну да. Его посадили, вот он сидит, он сюда не на курорт приехал, говорят. Ответьте на вопрос. Невозможно уже, да? Возможно. Хочет система сама-то путь? Может они ведь специально так это ими? Система не очень хочет меняться. Но это как бы дело общества, менять эту систему. Это залог нашей безопасности. Потому что большинство этих людей, рано или поздно, они выйдут в общество. И если они будут сломленными, подавленными, и если у них будет обида за то, что их лично сломили, сломали, они будут мстить всему обществу. Выйдя на свободу, тем или иным способом, они, когда из них вытравили там все человеческое и превратили их в загнанных зверей, они не будут пользоваться какими-то гуманитарными ценностями. У них не будет жалости. Несколько лет посидев в этих камерах, когда их никто не жалел, и все издевались и пытали, какую жалость они могут проявить ко всем остальным. Если целенаправленно система вытравит у тысячи людей все человеческое, что есть в них, остатки самоуважения и какого-то человеческого достоинства, то что они будут делать, оказавшись в нормальном, реальном, благополучном обществе? Они просто начнут им мстить тем или иным способом. Всем подряд причем. Всем подряд. И это дело именно общества. Следить за тем, чтобы права осужденных не нарушались, чтобы не было пыток, чтобы людей не ломали психологически. Это залог нашей безопасности. Олег Качев, его особое мнение. У нас буквально остается четыре минуты до перерыва. Я хоть задам такой вопрос, может быть, не требующий большого развернутого ответа, но все равно интересно. Новые кандидатуры в избирком, опубликованные на сайте бизнес-новостей. Есть ли тут, на ваш взгляд, что обсудить, тут список из десяти фамилий? Я думаю, что политическим партиям необходимо тоже предложить там своих представителей. Я думаю, что их предлагают. Ну, может быть, со временем дополнять. Потому что... Ну, почему? Вот есть юрист рекорд-отделение «Справедливая Россия» Наталья Морозова. Она предложена президиумом Центрального Совета партии, между прочим. У нас намного больших политических партий, чем десять человек, там, членов комиссии. У нас есть парламентские партии, есть непарламентские партии. То есть вы считаете, что этот список не окончательный? Я думаю, что этот список не окончательный. И мне думается, что состав избирательной комиссии Кировской области возможно было бы расширить для того, чтобы было более широкое представительство тех политических организаций, которые работают в регионе. Вы знаете, я, может быть, вас удивлю, но бизнес-новости пишут, что на заседании ОЗС, которое вот сейчас проходит, депутатами должно быть назначено семь членов избиркома. Исходя из этого списка, Олег. Я просто к чему говорю? Я знаю, что вы тоже по представительству партии «Яблоко» писали заявление в члены избиркома. Где оно? Ну, оно пока передано на рассмотрение. Оно было передано заранее, до сегодняшнего дня, я надеюсь? По-моему, вчера или позавчера. А. Вчера или позавчера. Но сегодня вот уже избирают. Вас не удивляет? Нет, не удивляют. То есть, я не стремлюсь, у меня нет никакой-то ни обиды, ни это самое. Но я не вас лично имею в виду, ведь вы, наверное, не один в такой ситуации оказались. Есть процедура формирования. В этой процедуре формирования есть формальные вещи, когда надо оформить документы, что подать. И есть более мировоззренческие вещи. А какой должна быть комиссия? Кто ее должен вообще представлять? Представители каких структур, как она должна формироваться в принципе? Не по датам, не по формату документов и прочего. Я считаю, что у нас есть парламентские и непарламентские партии, есть политические организации. И я считаю, что заинтересованных политических организаций в Кировской области намного больше. И представителей их желательно бы видеть в избирательной комиссии Кировской области, чтобы было неравное, ну, по крайней мере, более широкое представительство. Вот тот список, который представлен сейчас, он вас не разочаровывает? Все нормально там? Нет, нормально. То есть по большей части в большинстве это представители просто власти, которые будут ну, там, костяком, основой там областной избирательной комиссии. То есть это люди, которые там предложены центральной избирательной комиссии, люди, которые предложены правительством, люди, которые там не один год уже там работали. Часть там Есть предложения и от независимых организаций, и от каких-то заинтересований. Но я думаю, что все равно этот список там не полный, не окончательный, и его необходимо было добавлять и расширять. Сейчас прервемся на короткий перерыв. Через две минуты снова в студии. Особое мнение руководителя Центра поддержки НКО Олега Ткачева вы слушаете. Через две минуты снова здесь. Это программа «Особое мнение» у микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает руководитель Центра поддержки НКО Олег Ткачев. Сейчас проговорим про город и про область. Во-первых, хочется про минувшие двое суток, поскольку вчера последовало заявление от областной администрации в лице господина Мищенко, что работа городских властей по расчистке снега оценена неудовлетворительно. Причем достаточно в жестких таких фразах это было все высказано. Что происходит? Я впервые слышу, чтобы вы так собирались в режиме нон-стоп, онлайн, в первый снегопад, целая комиссия на уровне областного правительства. И жестко так мочит городскую администрацию в интересах граждан, конечно. Конечно, это очень интересно и было бы вообще замечательно, если бы кто-то показал мастер-класс. А как это вообще делается в идеале? Я очень бы хотел... Чистят улицы вы имеете в идеале? Я был в этот снегопад как раз на улице, как раз с ребенком мы добирались, мы добирались 2,5 часа, как раз встряли в эту пробку. Я откровенно не понимал, когда идешь по улице, на тебя падает снег, ты проходишь 50 метров, на тебе уже просто лежит сугроб. Я откровенно оглядываюсь вокруг, я не понимаю, а как надо расчистить дороги, чтобы весь этот транспортный коллапс не произошел? Что нужно сделать? Сколько техники вы... Можно ли вообще как-то предвосхитить и нивелировать так, чтобы этих пробок не было? Вот в той ситуации, когда снег падает, падает, падает... Окей, я полностью согласен с критикой и с чем-то еще, но заведите сюда кого-нибудь, покажите, как надо работать, проведите мастер-класс, объясните этим людям, как надо содержать технику, как надо работать, как надо по квартально, не по квартально выводить ее... Вопрос, а где хорошо? Кто хорошо это делает? То есть вот на полумиллионный город, когда вдруг снегопад, вдруг вот столько выпало одновременно, да, и не успели убрать, вот, ну не успели, да, не успели. Я их не защищаю, может быть, это возможно. Вы говорите точно так же, как наши слушатели вчера в дневном развороте, которые сказали, что в принципе город можно оценить на 4, а некоторые даже 4 с плюсом, что лучше, чем в прошлые времена. Мало того, эту оценку донесли до самого Мищенко, который сказал следующее. Я не увидел сегодня в городе ни одной по-настоящему расчищенной дороги. Это вот сейчас информация сегодняшняя. Мне говорят, что раньше было хуже, но я не понимаю, куда уж хуже. Олег, что же дальше-то с ними будет? Если это лучшее, на что город был способен, выложился по полной программе перед новыми властями, понятно же, да, с новым мэром, надо было показать, что работает оперативно, с не таким большим недовольством людей. Слушайте, это только центральные улицы, а вот с центральной улицы там доходишь до подъезда, и вот эти вот самые дорожки... Это мы с вами все знаем, но что будет, Олег, теперь, вот при таком отношении области, которая говорит, что это все плохо, плохо работает, и при том, что город... Я надеюсь, что область покажет мастер-класс. То есть приехавшие классные специалисты, я надеюсь, что привезут своих менеджеров, своих организаторов, которые там встанут во главе парка техники, посадят своих водителей, и в следующий снегопад у нас все быстро-быстро-быстро расчистят. Сколько парка техники привезут своих менеджеров? Может, вообще привезут своих менеджеров в город? Может быть, может быть, то есть, по крайней мере... Один снегопад, второй, третий, и потом скажут, да что, господи, боже мой? Если человек имеет компетенцию критиковать за нерасторопность, то, наверное, он знает, в какие сроки что реально сделать. Я не знаю, я, откровенно говоря, не знаю. Я бы вот это самое, я глядя на этот снегопад, я растерялся, я откровенно не понимал, с какой интенсивностью, каким объемом техники надо это убирать. Вы ждете от областных властей каких-то конкретных решений, которые покажут нам, как должны быть расчищены. Ну, да. Хорошо, следующий вопрос, который хотелось вам задать, он касается нашего проекта Космического центра. Проект заморожен уже с весны, насколько я знаю, на 2017 год в него не заложены никакие деньги, а он требует внутренней отделки и начинки. Проект дорогостоящий, имиджевый, это был проект Никиты Юрьевича Белых. И этот проект оценил, кстати говоря, пришедший Васильев и сказал, что это замечательный проект, это будет гордость и так далее. И теперь бас, денег нет, он будет заморожен. Это правильно или нет? Нет, это неправильно. Надо закрыть или надо достроить? Надо достроить. Так. Ну, любые, как бы, долгострои, они, на самом деле, перспективу утягивают намного больше денег, чем замораживаются. И это, собственно говоря, это тот же самый имидж власти. Я понимаю, что нет такой прямой преемственности в симпатиях, в каких-то идеологических, смысловых. Там, вот, нет преемственности между одним губернатором, другим губернатором. Вообще нет. У нас полный отказ от прошлого. А вот. А на самом деле, как бы, это, если ты власть, то нельзя полный отказ. То есть все договоры, соглашения, подписанные предыдущим, там, руководством, они должны продолжаться. То есть вложенные деньги, там, в какую-то инфраструктуру, эта инфраструктура должна быть достроена. Вот, любой отказ государства от взятых на себя обязательств, вот, это сигнал гражданам, что этому государству верить нельзя. То есть если, там, новая власть такого эффекта добивается, там, чтобы люди перестали верить в государство, которое не исполняет свои обязательства, это, ну, вот, это дорога туда. Олег, сейчас регион должен застройщику 48 миллионов рублей, пишет Ихакерова.ру. В следующем году на строительство центра планировали потратить еще 63. Более 100 миллионов из чего карманута добыть, чтобы достроить космический центр? Более 100 миллионов, там, по бюджету области, там, для больших строек, там, это не, там, это, это большие деньги, это большие деньги, там, для человека. Это большие деньги, там, для отдельной организации, для бюджета области, даже для такой дотационной, как наша, это не супергигантские деньги, то есть их, там, скрести можно. То есть достроить, не допустить заморозки этого объекта? Мне кажется, что по конкретному объекту необходимо, это самое, все-таки, там, садиться вместе с застройщиком и обсуждать смету. То есть в том ли объеме, там, необходима отделка. В тех климате, ну, если нужно что-то сокращать, но объект должен быть доведен до конца. То есть он, его разморозят. Я только понимаю, Олег, там есть стены, но нет самого главного. Даже отделка не столько стоит, сколько оборудование, которое детишек должно было радоваться. Вопрос искать, искать ресурсы. Надо достроить. Я поняла. Достраивать надо. Да, у нас остается 5 минут, очень важно обсудить предстоящий гражданский форум, напоминаю, 24-26 ноября. Правильно я понимаю, что в первом корпусе политехнического будет проходить гражданский форум? Поступает ли уже предложение по секциям, какие поступают и куда они должны были поступать? Так, ну, у нас традиционно есть сайт гражданского форума. Это форум 2016.so-npo.ru. На него можно выйти с сайта общественной палаты, там есть баннер, просто нажать на ссылочку. И там есть такая кнопочка «Предлежить секцию». То есть любой активный гражданин, любая организация, инвестиционная группа могут открыть форму и предложить секцию. То есть то, что бы хотелось обсудить. Сейчас поступают все предложения. На данный момент там около двух десятков предложений уже поступило. Ого! Это много? Или обычно? Ну, обычно, да. Обычно у нас еще бывает больше. А что пишут? Что предлагают? Ну, так как тема задана по общественному контролю в этот раз, то есть различные аспекты по общественному контролю. То есть каким образом общество может спросить за то, за сё общественный контроль в медицинских учреждениях, общественный контроль, там, обеспечение инвалидов, там, в сфере, там, инфраструктуры, общественный контроль, ну, в разных формах. То есть есть инициатива по, вот, что нам делать с программой ППМИ, на которую, кстати говоря, тоже в следующем году не будет денег. Хотя конкурс уже прошел среди, я так понимаю. Вот обсуждение вот по инициативному бюджетированию, там, по соблюдению, там, законодательства. Там вчера тоже были предложения, то есть вот отдельную секцию, там, допустим, по общественному контролю по соблюдению законодательства. То есть, вот, хитрый из ворот, но, тем не менее, вот предложения, там, людей. Сейчас все эти предложения необходимо общественной палате обработать, обсудить и принять решение, то есть на каких секциях сконцентрироваться, может быть, какие-то предложения объединить друг с другом, потому что там сходные вещи, сходная, там, проблематика. Поискать, а кто может вести, то есть в первую очередь из тех, кого инициаторы предложили сами в качестве ведущих, там, модераторов, там, секции. Ну, иногда люди не предлагают, иногда люди просто говорят, что необходимо обсудить такую-то тему. А уж кто и как, там, будет вести, там, ищите ведущих, приглашайте специалистов. Иногда это бывает проблемой, что тема интересная, ее хотелось бы обсудить, а вот не можем найти человека, который бы мог это, там, отвести, или, там, компетентных экспертов, которые бы могли пояснить, вот, из чего эта тема состоит. Такое тоже бывает, но нечасто. Вот сейчас необходимо определиться с набором, там, секций. Ты так понимаешь, что уже в ближайшее время секции будут? Да, да, да. То есть мы хотели... В понедельнику, скажем. Сейчас просто надо четко, там, определиться и уже, там, в ближайшем времени объявить, там, список тех секций, которые уже, там, устоялись, обсуждены и, там, одобрены, чтобы люди на них уже могли записаться. Что касается финансирования, с этим была проблема, искали деньги, нашли на организацию гражданский форум? Ну, секретарь ведет переговоры, вот, я надеюсь, что... На конкретные, там, секции. Я надеюсь, что это будет знаковым на приходно-гражданский форум? Да, да, да. Я надеюсь, что это будет связано с инициативной общественностью. Вот, если они не придут, это значит, что они просто проигнорируют. Вот, и это будет сигнал, что им это не нужно, им это неинтересно, они никого не хотят слышать. Спасибо, это было особое мнение Олега Ткачева, руководителя Центра поддержки НКО. У микрофона была Светлана Занькова. Всем до свидания.